И так, мы хотим жить духовной жизнью, правильно? Павел говорит, что видимое — оно временно, но невидимое — вечно. То, что не видно, это контролирует, на самом деле, видимые вещи. Невидимые вещи контролируют видимые вещи. Поэтому, если мы хотим изменить мир, нам нужно оказывать влияние на духовную реальность. Поэтому молитва очень важна, поклонение важно. Потому что мы не боремся против плоти и крови, но с невидимой реальностью. То есть, когда мы встречаемся с Богом, это мощная встреча. Мы ощущаем силу. Или же, когда мы подвергаемся прямой духовной атаке. Или, когда мы разрушаем какую-то духовную твердыню. Когда изгоняем бесов. Это тот момент, когда два мира сталкиваются. Правильно? Ишуа говорил, молитесь о том, чтобы Царство Небесное, оно пришло на Землю. Когда Царство Небесное, оно сходит на Землю, что-то меняется. Что-то меняется. Дьявол — это не проблема. Не в нем проблема. Проблема верующих. Что мы думаем. Как мы живем. Потому что если мы делаем то, что Господь нам сказал делать, тогда у нас будет духовная власть и сила над врагом. Ишуа говорит, я даю вам власть. Я даю вам власть. над всей вражей силой. То есть у врага есть сила. Она реальна. Если вы не верите, что она реальна, посмотрите на мир. Очень реальна. Но он говорит, я даю вам власть над всеми его силами. Когда заходите, наклоняйтесь, пожалуйста. Виктория и остальные. И Господь нам дал власть над вражьей силой. Посмотрите на Евангелие от Иоанна и на послание Иоанна. Три основные темы там содержатся. Три основные темы, которые пронизывают и Евангелие, и послание. Первое – это любовь. Второе – жизнь. Третье – свет. Любовь. Жизнь. Свет. Что такое любовь, жизнь и свет? Царство Небесное. Хотите узнать, как выглядит Царство Небесное? Любовь. Жизнь. И свет. Что такое власть мы? Все противоположно этим трем понятиям. Что противоположно любви? Хейтри. Хейтри. Мердер. Ненависть. Убийство. Разрушение людей. Уничтожение людей. Поэтому Писание говорит, что наш язык должен созидать, а не разрушать. Когда вы унижаете или разрушаете жизнь другого человека своим языком, вы действуете во власти тьмы. Как можно одними и теми же устами говорить благословения и духовные, использовать это для духовного, позитивных духовных вещей от Господа, и точно так же в то же самое время говорить от тьмы? Что сказал Иоанн Креститель? Покайтесь. Остановитесь в этом. Перестаньте. Если хотите быть благословенны в жизни, контролируйте ваши уста. Что исходит из ваших уст. Понимаете, что я говорю? Даже если это правильно, если это правдивые слова, но они разрушают жизнь других людей, тогда это нет Господа. Подумайте, что Бог любит вас. Если вы так будете поступать, Он хочет, чтобы вы остановились. Он не будет наказывать, говорить, что «О, ты такой плохой». Он хочет показать лучший путь. Это свет, это жизнь. Свет помогает видеть. А враг не хочет, чтобы вы видели. Поэтому дьявол действует во тьме. Ослепляет глаза. Чтобы вы не видели то, что вы делаете. Я говорю о людях все плохое. Но я даже не понимаю, что я делаю. Я ослеплен. Тьма. Но на самом деле меня использует враг. А потом иду на Шаббат, в общину, поклоняясь Господу. И спрашиваю, почему Господь не отвечает на мои мысли, на мои молитвы. Вот ответ. Понимаете, что я говорю? Он все равно вас любит. И прощает грехи. Но у вас не будет духовной власти и силы. Примите решение. Чего вы хотите? Хотите реальность и реальных вещей? Или вы хотите притворяться, притворство? Это зависит от вас. В любом случае, Бог любит вас. Но чего вы хотите? Примите решение. Понимаете? Жизнь. Свет. И любовь. Что противоположное жизни? Смерть. Смерть, что еще? Что для людей, которые физически еще живут? Если люди физически еще живут? Что для них, на самом деле, нет жизни? Как жизнь их выглядит? Набж Neo beaucoup dispose. Что вы говорите? Да. Смерть. 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 Да. Смерть неACT отношению. Смерть. Но даже смерть в pelagonе. Ну да, болезнь, болезнь, душевная болезнь, это то, что отбирает жизнь. Что такое душевная болезнь? Это депрессия, например. Они всегда злые. Они несчастливы. Понимаете, о чем я говорю? Это то, что противоположно жизни. Когда мы имеем внутри себя жизнь, мы имеем свет. И мы смеемся, да. И поэтому я считаю, что Господь, Он тоже имеет радость, Он имеет смех. Если вы когда-нибудь переезжали или просто путешествовали в других городах, странах, искали общины, если вы пойдете искать общину и придете в какое-то собрание, и там никто не будет смеяться, идите дальше. Я promise. Серьезно. You see what I'm saying? There's no life. Там нет жизни. Something's wrong. Что-то не так. Because even in the midst of trouble, God can give us joy. Потому что даже среди проблем Бог дает нам радость. I don't have to be controlled by life. Мне не нужно быть под контролем у жизни. By life. By life, what happens? Имеется в виду, что я не под контролем обстоятельств. You know what happens in life? You have troubles. В повседневной жизни у нас случаются проблемы, какие-то происшествия. But with the good things you always get some troubles. Даже когда все хорошо, все равно происходят какие-то неприятности. The troubles are not the problem. Но это не проблема. It's how you respond to trouble. Проблема — это то, как мы реагируем на обстоятельства. Господь посылает нам эти трудности и обстоятельства. И вы, например, собираете друзей и говорите, давайте помолимся, чтобы обстоятельства или беды, проблемы ушли. Но Господь хочет сделать что-то внутри вас. И если вы пройдете, преодолеете это, тогда проблема может уйти. Иначе придет другая проблема. Но что дальше будет? Вы пройдете через хорошее время. И опять придет какая-то проблема. И может быть даже большая проблема или испытание. Потому что Господь хочет сделать что-то еще большее в вас. This is what he says. Remember, he said, if you pray, if you abide in me, you pray and you get answers. He says, you have fruit, right? Did you ever see an apple tree that was groaning to produce apples? Making noises? Видели, как растет яблоня? Как она трещит и тужится, чтобы яблоки произвести. It's natural. Нет, все естественно. Spring comes, leaves come out, flowers, and then you have apples. Почка появляется, она цветет, потом плоды. You know, the apple tree is just kind of like... Яблоко все по-барабану. Right? Making apples. No problem. Яблоки появляются. I'm an apple tree, I make apples. No trouble for me. Я яблоня. Вот у меня яблоки, все в порядке. Right? See, that's how it is with the Lord, with you. Вот так и в отношениях с Богом, с вами и с Богом. Если Господь хочет использовать вашу жизнь, He makes the apples. Он производит плод. Он суждает эти яблоки. You don't go, oh, how will God use me? I gotta make it happen. Вы не должны тужиться и там думать, вот сейчас Бог меня будет здесь только использовать, надо что-то, чтобы оно сошлось. If you connect to the real Lord, если вы связаны с Господом, who's full of life, если вы полны жизни, you'll have fruit. Вы принесете плод. It just happens. Просто он произойдет. Sometimes it surprises me the most. Иногда это самое большее, что меня удивляет. Most of the things where God has used me in, I like it because I know I didn't do it. В большинстве случаев, когда Господь меня использовал, мне эти случаи очень нравились, потому что я знал, что это именно Господь сделал. So then I have fruit. И я принес плод. But then what does he say if you have fruit? What does God do to you? Что Господь с вами делает, когда вы приносите плод? He brings out the big knife. Он приносит сикад. Чоп, чоп, чоп. И подрезает. Чоп, чоп, чоп. Right? He's cutting the limbs on the tree. Он срезает ветки, срезает плоды. It's called pruning. Подрезает. Look, we don't like pruning. Нам не нравится, когда нас подрезают. Pruning is like the trouble. Потому что под этим видом как раз приходят обстоятельства или проблемы. But God brings trouble to the ones he loves. Но Господь дает испытания именно тем, кого он любит. Right? So, don't become confused. Не смущайтесь. Don't become discouraged. Не расстраивайтесь. Because you have challenges. Потому что всегда будет вызов в жизни. That's not a sign of defeat. Or because you're bad. Или потому что вы плохие. Right? It's because God wants to do something more in you. So, before you pray for all the troubles to go away, Поэтому, прежде чем молиться о том, чтобы ваши проблемы ушли, Ask God this question. Задайте Богу вопрос. What are you teaching me? Боже, чему ты меня учишь? What do I need to learn? Чему мне нужно научиться? What do I need to change? Что мне нужно изменить? See, when you change, you can change the world. Когда вы можете меняться, вы можете изменить мир. Do you know this? Вы знаете это. What God does in you, Что Бог делает в вас, He does through you. Он делает и через вас. Right? What God does in you, Что Бог делает внутри вас, Он делает через вас также. I can teach you all the right things. Я могу вас научить всему правильному. But it will have no power. Но это не будет иметь никакой силы. Unless I let it work in my life. Пока я не позволю этому действовать в моей жизни. Понимаете? Какие вопросы о духовной брани, подчеркиваю, у вас есть, что бы мы разобрали на этой неделе? Не надо рассказывать мне истории, учить меня, не надо просто коротко вопросы. Какие вас беспокоят? Или темы, о которых вы хотите поговорить? Есть важные для вас моменты? Просто хотите, чтобы я учил, и будете счастливы? Будет вам счастье. Варианты вопросов? Обычно варианты ответов дают, а не вопросов. В общем, думайте, воспользуйтесь возможностью думать и зададите вопросы. Еще хочу поговорить о самом понятии духовной брани. Мы говорили о теле, душе и духе. Первое, Фессалоникийцам 5.1. И так же Евреям 4.12. Это те местописания, которые мы пользовались уже. Там, в частности, Евреям, где говорится о том, что Слово Божие, оно разделяет дух от души. Мы говорили о том, чтобы молиться и наблюдать. Когда вы поклоняетесь, молитесь, вы делаете что-то духовное. Что вы видите? Многие из нас часто, когда молятся, они молятся на основании того, что они думают. На основании души. Или мы молимся на основании того, что мы чувствуем. Я тебя так сильно люблю, очень грустно, что ты заболел, поэтому я молюсь. Исходя из своих эмоций, чувств, это неплохо. Или молюсь на основании разных. Вот что Библия говорит, когда ты заболел. Ишуа понес наши болезни на крест. И исходя из своего мышления, я молюсь на основании Писания, но исходя из мышления. Это тоже не есть чем-то неправильным. Но есть более высокий уровень молитвы. Когда вы делаете эти вещи, начните слушать Духа. Какие мысли и впечатления приходят именно от Него к вам? Я обещаю вам, что когда вы молитесь, Господь начинает говорить с вами. И начинайте говорить и провозглашать те вещи, которые вы видите. И по всему миру, где бы я ни ездил, люди хотят, чтобы я за них молился. И на следующий день я приезжаю, на следующий год я приезжаю, и люди говорят, вот ты там молился, и это произошло, и это произошло, вот ты как говорил, так и случилось. Год за годом. Почему? Потому что когда я молюсь, я не ограничиваю себя только своим разумом или своими чувствами, или отсутствием чувств. Иногда я ничего не чувствую. И я вам говорил, кажется, на Шаббате, что каждый раз, когда я просыпаюсь, я не чувствую особо каких-то духовных переживаний. Моя жена быстро просыпается. Она как птица. Я просыпаюсь медленно. Сначала один глаз открывается, потом другой открывается, первый закрывается. И я начинаю искать кофе. Мне нужен кофе. Сейчас. Then I get some caffeine in me. This is me. Maybe not you. It's good. I'm glad you're more spiritual in me. Okay? Вот такой вот я духовный в этом плане. It's okay. Ничего страшного. I'm very... You know what? I really like me. Я себе нравлюсь. When I was young, I hated me. I did. I was so insecure. I was so insecure. What do people think of me? Why do I have this problem? Why do I look that way? All these things, right? Very insecure. You know what God taught me? And you know what God taught me? To enjoy myself. It's the way I am. It's the way I am. So sometimes, you know, I'm traveling in some part of the world, and I just laugh. It's a private joke with me. It's a private joke with me. And many times, I'm in an airport or somewhere, or grocery store, and I see people in there, and they're smiling at me. And I think, why are they smiling at me? And I realize it's because I was smiling at them. And I realize it's because I was smiling at them. I wasn't thinking about them. I was just having happy thoughts. I didn't think about them. I just thought about them. I just thought about them. And my thoughts were happy. Do you understand? Life. God wants to give you life. Amen? Set you free. Enjoy yourself. Think of it this way. God did not have one. I know it's difficult to translate. God did not have one, and he wanted one. God did not have something. It'll make sense when I say the whole thing. No, can you say the whole thing again, please? God did not have one. He wanted one, and so he made you. God did not have one. He wanted one. You understand what I'm saying? There's no one else like you. God wanted to have a person just like you. Never been one like you before. There will never be one like you after. So learn to love the person that God wanted. You have things you're good at. You have things you're terrible at. There are some moments, in which you're good at. You have gifts, and you have things you're not gifted in. God made you the way he wanted you. But God made you the way he wanted you. Don't try to be someone else. Don't try to be someone else. How does the enemy work? He tells you you need to be like someone else. Он говорит, что вы должны стать похожим на кого-то другого. And the more you learn to be you, и чем больше вы учитесь быть собой, the more joy you'll have, the more happy you'll be. Тем больше радости вы будете иметь, тем более счастливы вы будете. The more you try to be someone else, the more unhappy you will be. Чем больше вы будете пытаться быть кем-то другим, тем менее счастливыми вы будете. The Lord speaks to us the truth, the light. Господь говорит внутрь нас истину и свет. Not just about the world, but about you. But about you. And are you going to listen to that truth too? Вы будете слушать эту истину? Well, I told you the truth earlier about don't talk bad about other people. Я вам сказал определенную истину раньше. Не говорите плохого о других людях. It's the truth. It's the truth. Don't do it. It's a very dangerous thing for you to do. Это очень опасно, на самом деле. It kills your spiritual life. Это убивает духовную жизнь. But also, the light is also that God says good things about you. Но светлый момент также в том, что Господь говорит хорошие вещи о вас. And if you have always thought bad things about yourself, если вы о себе думали только плохое, or listen to what other people said, или слушали только мнение других людей, then when God begins to speak the truth or the light about you, it's difficult to hear. То когда Господь начинает говорить истину о вас, это тяжело слышать. When I was young, my father always said I was stupid. Когда я был молод, мой отец постоянно говорил, что я тупой. He said the only thing you will ever do in life is be a ditch digger. That's the most. If he said it to me one time, he said it a hundred times. He had no expectation for me. When I was like in the fourth grade of school, I remember I couldn't understand the mathematics. Я помню, в четвертом классе, например, я не мог понять математику. Я так не устроен. Это не мой дар. And so the teacher was explaining and standing next to me. And she became frustrated with me. И она стала как бы расстроена из-за меня. And she said, you're just stupid. И она сказала, ты просто тупой. That's a lie. Но это ложь. I'm not stupid. There are different types of intelligence. None of you are stupid. But we're not all smart in the same way. Но мы не все одинаково умны или способны в одном и том же. And the education systems of the world only reveal some things about some kinds of intelligence. только определенные вещи определенных типов мышления. See, some people are very artistically intelligent. Некоторые люди, например, их мышление очень художественное мышление. A gift. Это дар. Some people are very socially intelligent. У кого-то получается больше в общении. У них такой склад ума направлен на общение. I know people are very smart by the book. Я знал людей, которые очень умны на основании того, что они читали много книг. Но их социальные навыки были очень на низком уровне. Okay, we're all different. Ничего страшного, мы все разные. But you can't say that person is smart because he's smart by the book and the other person's not smart because they're not smart by the book. Но нельзя сравнивать и говорить, что, например, этот умный, потому что он читал много книг, а этот не умный, потому что он много книг не читал. So, how did God set me free? Как Бог меня освободил? So, you can't change the world unless the Lord is changing you. Нельзя менять мир, пока Бог не поменяет вас. You have to listen to what God says about you. Нужно слушать Бога касательно того, что Он говорит о вас. And He's going to begin to tell you who you are. И Он, потому что Он говорит вам о том, кем вы есть на самом деле. You know, a lot of people, their only idea of a relationship with God is that God tells you who you're not. Некоторые люди считают, что отношение с Богом или общение с Богом заключается в том, что Бог говорит о том, кем мы не являемся. You do this wrong. You need to correct this. You need to change that. You need to change that. You need to change that. И только указывает на ошибки. We all have those things. Понятно, что у всех они присутствуют. God loves us. Но Бог нас всех любит. But He also tells you good things. И Он исправляет нас, да, это правда, но Он также говорит и хорошие вещи. Он видит вас так, как никто не видит. That's why we can't judge one another. Поэтому мы не можем судить друг друга. Because I don't know everything about your life. Потому что я не знаю всего о вашей жизни. Никто этого не знает. Только Бог. Если вы начнете сравнивать, взвешивать и размышлять так, хороший я или плохой, нормальный, ненормальный. Иногда это может привести к тому, что вы скажете, не, я чувствую себя плохо. Но Бог говорит, что нет, на самом деле у тебя все, ну ты хорошо справляешься. And other times you go like, I'm doing really good now. А иногда, о, вот сейчас у меня классно все выходит. And God says, no, you're not doing too good right now. А Господь наоборот говорит, нет, вот как раз у тебя сейчас не очень все хорошо. Иногда мы чувствуем себя духовно. Иногда нет. Но не позволяйте этому контролировать ваши действия. Потому что если бы я исполнял Божий замысел, только тогда, когда я чувствовал себя духовно, то я бы ничего не сделал вообще. Я помню, однажды мне нужно было проповедовать в церкви. И я был просто изможден. Я перед этим путешествовал 40 часов без сна. And some people delivered me to the church and said, bye, go preach. Какие-то люди привезли меня в церковь и сказали, we'll come later to get you. и сказали, все, иди вон в церковь, зайдешь, там будешь проповедовать. Мы тебя заберем потом. The left hand did not know what the right hand was doing. Это было ошибочно. Ну, не совсем правильно. И знаете, как левая рука не знала, что дело правое. это было в Николаеве. And it came time for me to preach and I was angry. И когда настало время проповедовать, я был просто злой. Я был злой на пастора. I was angry at the people who drove me to the church. I was angry at the people who drove me to the church. I was not angry with God, but I was, you know, just very unhappy. Now all these people are sitting there waiting for me to bring the word of the Lord. special speaker. Nice. Something different. You're not angry. I'm exhausted. I want to eat. I want to sleep. Right? I don't want to preach. I don't want to pray. I don't even want to look at you. I want to sleep. Right? You understand. Everybody understand, right? Понимаете, да? See, sometimes we don't feel spiritual. Иногда мы не чувствуем себя духовными. And so I stood up. Я встал. The pulpit. Вышел к кафедре. Помолился. And the Holy Spirit came. И Дух Святой сошел. Аллилуйя. Аллилуйя. And I enjoyed it. Я получил удовольствие. I preached. Я проповедовал. God did good things. Господь совершил хорошие вещи. I was finished. Я закончил. And then I was angry. И потом опять был злой. Hungry. Голодный. Уставший. Cranky. Cranky. You know, little baby gets cranky. Ну, такой капризный. You understand what I'm saying? Понимаете, что я говорю? Isn't God good? Разве Бог не благ? I'm not saying I had the right attitude. I had a bad attitude. Я не говорю, что у меня было правильное отношение. У меня было неправильное отношение как раз. But I still prayed. Ask God help me. Но я все равно молился и просил, чтобы Бог мне помог. See, sometimes you don't feel spiritual. Иногда вы не чувствуете духовность себя. That's the soul. Это душа. That's the soul. That's the soul. Don't live in the limitation of what your soul can do. Но не живите ограничениями вашей души. We have something greater. У нас есть что-то более великое. We don't have to live a life limited to what we feel. Нам не нужно жить жизнью, ограниченной нашими чувствами. Or what we understand. Или нашим пониманием. And it's real. Что, вот, что реальность такова. We don't have to live in the limitation of what I understand and know. Нам не нужно жить в ограничениях наших знаний и пониманий. Or what I feel. Или чувств. Isn't that good? Правильно? You see, God's not angry with me. He wasn't angry with me that day. И Бог на меня не злился в тот день. He understood that I was cranky. Он понимал, что я капризный. I have a grandsons now. Right? I have four grandsons. But they get cranky. И они капризничают. They need a nap. Им надо дать подумать. They want a snack. They want a snack. And I don't go, ah, you bad little boy. You want a snack. Я же не говорю, ах, ты такой паршивец, хочешь кушать, да? And I'm an earthly grandfather. Не, я дедушка нормальный. See, when your heavenly father looks at you, And you're cranky. Когда он смотрит на вас, и вы капризничаете. Not spiritual. Когда вы не духовный. He still loves you. Все равно он вас любит. He still helps you. Все равно помогает. You understand? Понимаете? See? God never changes. Господь никогда не меняется. We change. Мы меняемся. But God never changes. Но Господь не меняется. So the Bible says, If God before you, If God before you, Who can be against you? То кто против вас? So, that's how it works with spiritual battles. Вот так и в духовной брани. The devil and all the powers of darkness, It's big, it's real. Дьявол и все силы тьмы, Они, да, они большие, они реальные. But you don't have to be afraid of that. Вам не нужно их бояться. Because when you need it, Потому что когда вам будет необходимо, Even if you're cranky, Даже если вы капризничаете, Something will rise up in you. Что-то в вас восстанет. Something stirs in your spirit. Произойдет движение внутри вашего духа. And you'll begin to say things And do things you never did before. И вы начнете делать и говорить Какие-то вещи, Которых вы не делали раньше. Because God is speaking to you. See, Jesus is speaking to the demon. Ишуа, он... Not you. Ишуа, не вы, Говорит или запрещает бесам. One time I was in Amsterdam And I've been preaching on the streets. Как-то я был в Амстердаме И проповедовал на улице. How much time do I have? Сколько времени есть? Seven minutes. Seven minutes? Yeah. Wow, it goes fast. Вопрос завтра уже. So I've been preaching on the streets. Я проповедовал на улице. And this guy came up to me with a knife. И один человек подошел ко мне с ножом. And he came walking right toward me. И прошел мимо меня. Nothing I could do. He was just right at me. Я ничего не мог сделать. And the Holy Spirit rose up in me. И когда он проходил мимо, Дух Святой как бы проявился внутри меня. И я обратился к нему и сказал, Я запрещаю тебе дух насилия во имя Ишуа. He put the knife down. He turned around and walked off. Он бросил нож, развернулся и ушел. Another time, my father had been drinking. He was drunk. Very angry. В другой момент, мой отец, он был пьян. И он был очень зол. And I came walking in the house. И я зашел в дом. And he had drank so much. Do you know when people are drinking a lot, what happens is, there comes a certain time when they are no longer the one driving the car. They're no longer the one driving the automobile. Знаете, когда люди напиваются, то бывает такое, что уже не могут даже вести машину. Remember I said you live in your body? То есть уже как будто не они ведут машину. Помните, я говорю, что вы живете в теле. Right? But if you drink too much, maybe somebody else will be also living in the body. Кто-то может еще поселиться в вашем теле. You understand what I'm saying? Понимаете, что я говорю? Whoa, you okay? I'm sorry. Все нормально? Bad chair. That was dramatic. You okay? Okay, so I came walking in the house. And my father was yelling. И папа был не в себе, он кричал. And I had been praying. And tongues came out of my mouth. И как бы я начал говорить на языках. Я даже не размышлял. It just... Like, you know, if you vomited... Have you ever vomited and you had no control? It's like... Right? It's terrible. You know what I'm talking about, right? Real bad sick. Не хочется ни с кем разговаривать. Просто тошнись. Okay, your spirit's like that sometimes. See, sometimes your spirit will jump out. Иногда Дух Святой он просто внезапно проявляет. Еще до того, как вы начинаете думать. You understand what I'm saying? When your spirit's strong, sometimes it goes right past your head and it goes... What? Sometimes your spirit goes right past your mind. А, иногда Дух Святой он просто мимо вашего ума проходит и выходит из вас. Have you ever been talking to someone? Говорили когда-то с кем-то? And all of a sudden you just knew what to say? И внезапно вам приходит понимание, о чем говорить. Anybody experienced that before? Да? Чувствовали такое? You go, wow, where did that come from? И вы удивлялись, откуда это? So you know, Holy Spirit. Дух Святой. That's why we have the Holy Spirit. Поэтому нам дан Дух Святой. So I prayed out in tongues. И я начал молиться на языках. И я начал молиться на языках. Бо ка. На языках начал молиться. Бо ка. Бо ка. He fell to the ground just like that. И отец просто упал. He was about from here to you away. The person at the back. И вот он где-то был от меня на расстоянии вот как сам человек. И он уснул прямо на полу. Like this. See, he was no longer driving the car. То есть он не был за рулем своего тела, скажем так. A spirit was. Это был какой-то дух. He was no longer driving the car. Он не владел своим телом. There was a spirit there. Какой-то дух был там. And when I spoke out in tongues, the spirit left his body. Этот дух покинул его тело. Boom! Hit the ground. И он упал. You understand what I'm saying? Понимаете, о чем я говорю? See? We have spiritual power. У нас духовная власть. We have spiritual power. Мы имеем духовную власть. But we don't always know what to do. Но мы не всегда знаем, что делать. But sometimes your spirit will rise up. See? И иногда Дух Святой просто проявится через вас. So the more you strengthen your spirit, и чем больше вы укрепляете свой дух, the more spiritually strong you're going to be. Тем более сильны духовно вы будете. И в те моменты, когда вам это будет нужно, something starts coming up. Это будет проявляться через вас. Я был в Южной Америке. Я был в Южной Америке. И мы были в джунглях. И мы были в джунглях. И один пьяный мужчина зашел к нам в комнату и просил есть. Но это было довольно изолированное место. The only way you could get there was by taking boats from the Pacific Ocean going up the rivers and the jungles. И туда можно было добраться только по воде через океаны, если зайти в реку или там в джунгли. У нас была команда евангелизации и медицинская команда. And the medical team would help people in the villages and then the people they couldn't help we prayed for. И, например, медицинская команда она помогала людям в деревнях. Если медицинская команда не могла справиться, то мы молились уже за людей. Some of the villages we went to, the children had never seen white people before. В некоторых деревнях дети никогда не видели белых людей. And so when they saw us, they began to cry. И когда они нас видели, некоторые плакали. Because we were like ghosts. Потому что мы были похожи на призраков. We were scary to them. We have nice brown faces. We have white faces, right? We look like ghosts to the little children. I think it's kind of funny, eh? Забавно, да? So, we're eating a meal. И вот мы ели. And it's open rafters. You know, where there's no real ceiling that's up high and you can see the beams hold the house are open. And there's big rats running across the beams while we're eating. Ну то есть мы были просто в таких, как бы, под навесами сидели, по которым сверху крысы бегали. And so, we're eating, the rats are... Мы едим, крысы сверху бегают. It was not a luxury hotel. Ну то есть, как бы, не все включено было. And so, this drunk came in. At first, he was real funny. You know, drunks can be funny sometimes. человек, и вначале было все весело. Знаете, пьяные иногда веселят. Ну, он что-то начал делать, мы смеялись. Но потом он стал немного агрессивным. Then he started becoming a little mean. It was all in Spanish. стал злым и говорил на испанском. And my spirit rose up. И мой дух поднялся. Все скажите, мой дух. Say it. My spirit. Okay, we're gonna finish. My spirit. My spirit rose up in me. И мой дух поднялся внутри меня. When you read your Bible, look at all the times where Paul or Jesus talks about their spirit rising up. And my spirit rose up and out of my mouth came these words. So I rebuke you drunk spirit and I command you to go in Jesus name. I was sitting on this side of the room near the door. He was about right where you are. And there was a dog sleeping in the corner. And the dog jumped up. And he ran across the room. And he grabbed the man right here on the butt. He went BOOM! And drove him out of the room. из-за этого он просто выскочил из этого помещения. I don't know if it was spiritual. Не знаю или это было очень духовно. Or if the dog just recognized me speaking with authority. Или собака поняла, что я говорю с властью. Давайте встанем. But it was a good result. Но результат в любом случае был хороший. Okay, so this week we're going to talk about spiritual warfare. На этой неделе мы говорим о духовной брани. The reason a lot of times we don't do spiritual things is because we look at our own problems and struggles and we don't feel very spiritual. смотрим на свои какие-то проблемы и трудности и не чувствуем себя духовно. That's why I told you here I am going to preach to people and I'm angry. Поэтому я сказал, что я проповедовал даже когда я был злой. And God still came. Все равно Господь пришел. Понимаете, о чем я говорю? Господь любит людей, Он любит вас. И Он хочет использовать вас. Некоторые люди, они более суровы к себе, чем Господь. Да, Господь будет исправлять, менять. Но когда Он это делает, Он ободряет и помогает. Он созидает и поднимает вас, а не унижает. Он показывает вам лучший путь. Не трясет пальцем возле вас. Это так поступает дьявол. Господь показывает. Помните, я сегодня говорил об устах. Я видел это в ваших глазах, как вашу реакцию. Кому-то нужно было это услышать. Я не планировал это говорить. Но я знаю, что некоторым нужно было услышать это. Господь не будет трясти пальцем перед вами, потому что Он злой. Он скажет, что у меня есть лучший путь. Видите? Вот это Господь говорит вам. Вы можете это видеть? Господь не делает так, что вы плохие люди должны меняться. Но Господь хочет, чтобы вы совершали духовные вещи. Если вы будете считать, что вы не духовны, вы не сможете это сделать. давайте помолимся. Я помолюсь. Отец, я молюсь о том, чтобы каждый из нас принял Твою благодать и принятие. чтобы люди, находящиеся здесь, не жили ограничениями своих души. Но чтобы каждый учился быть духовным. благодарю за эту группу. И причина, по которой они здесь, в том, чтобы расти и учиться. И я знаю, что Ты доволен этим. Они жертвуют своими силами и временем, чтобы быть здесь. Повлияй на их дух. Созидай в духе. Да будут они духовно сильными людьми. И на этой неделе помоги нам открыть Твую власть и то, что Ты хочешь нам показать. Во имя Иешуа. Амин. СОЛЬНЫЙ 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 СОЛЬ